Уважаемые коллеги, в начале территория Первомайский сквер и улица Красина и Некрасова. Основные проблемы территории, пожалуй, на две группы можно разделить. Первомайский сквер и площадь Питарских ворот относительно благоустроены, но благоустройство было сделано много-много лет назад, порядка 30 лет, поэтому требует реновации определенной. И территория улиц Красиной, начиная от Севгувка и к драмтеатру, она находится в принципе в заброшенном состоянии, то есть отсутствуют тротуары, отсутствует возможность пешеходного движения, транспортного обслуживания. Вернее, транспортное обслуживание покрасено в сторону драмтеатра нормальное, но тротуары у медколледжа отсутствуют. И по Некрасово это в основном неорганизованная парковка и недостаточное благоустройство тротуаров. Если говорить о функциональном зонировании, то в основу положено разделение пространства на ключевые зоны, ключевые пространства и транзитные, пешеходные и транспортные связи. То есть здесь выделяется в Первомайском сквере входная площадь с фонтаном, площадь у Тарских ворот, площадь у Сибговка, в которой сейчас здание реставрируется. Территория участок археологического раскопа, фрагмента Острога. Ну, собственно, по улице Некрасово мы оставляем парковочные места, потому что для этой части города, как бы и учитывая расположение административных зданий, они необходимы. Но основное внимание уделяем тротуарам, озеленению и благоустройству. Если говорить об основных ключевых пространствах, то есть и рассматривать, с одной стороны, Первомайский сквер как часть дороги к храму, чтобы проект был сделан в советское время, вот как часть улице Тарской, но здесь мы больше внимания уделяем Первомайскому скверу как входу на территорию второй Омской крепости. Поэтому планировочно и пространственно мы усиливаем фрагмент площади Утарских пород с организацией небольшого пространства театра, то есть понижением на порядка 45-60 сантиметров площади у ворот, применением разного вида мощения с показом границ земляного вала, с устройством окон, мощений. Ну, это имитация, на самом деле, имитация исторического тротуара. Но в качестве момента туристического это могло бы сработать. И, соответственно, эта площадь может использоваться для различных городских мероприятий, лекций, концертов и так далее. И перед площадью мы предлагаем, сразу скажу, это было предложение Дмитрия Смирнова, он предварительно прорабатывал Первомайский сквер, и мы это предложение посчитали интересным, разместить макет Второй Омской крепости. И в качестве исторического, ну, как бы познавательного объекта, и в качестве игрового объекта для детей, для юношек. Если говорить о фрагменте раскопа, тоже, на наш взгляд, ключевое пространство, здесь был разработан проект общества Мохраны, который предусматривал восстановление фрагментов казармы и столовой. Мы, основываясь на этом проекте, то есть на местоположении непосредственно зданий, предлагаем свой вариант, который предусматривает демонстрацию фундаментов этих помещений Острога, демонстрацию фрагмента Острожной стены, но, возможно, как бы воссоздание, имитация и перекрытие этих фрагментов прозрачными конструкциями, современной стилистике, с возможностью использования этой площадки и для уроков истории, и для туристических экскурсий. То есть здесь размещается определенная экспозиция, могут размещаться фрагменты оборудования этих зданий, мебели и так далее. Если говорить об основных изменениях, которые мы предлагаем в нашем проекте, это расширение улицы Спартаковской до 9 метров для того, чтобы была возможность проезда общественного транспорта. Устройство, как я уже говорил, площади Латарских ворот, благоустройство тротуара и акцентирование площади фонтана с входным знаком, усиление акцентирования фрагмента пространства перед Сиббуком с устройством отдельной площади к зданиям и двух площадок одной детской и одной воркаута. И вот в этой зоне мы предложили, учитывая то, что в Первомайской по улице Спартаковской практически отсутствуют эксплуатируемые первые этажи, то есть все здания довольно закрыты, но, может быть, у Сиббукова откроется первый этаж. Мы предложили небольшой павильон, буквально порядка 8 на 8 метров, с площадкой, которая может использоваться, павильон, кафе и туалеты, возможно, и площадка, которая может использоваться для темы показов. Там во время городских праздников устраивается, устанавливается экран. В данном случае мы предложили в этой части. Значит, оформление площадки Роскопа, соответственно, и устройство. Вот одно из отличий – это устройство поднятых въездах в дворовые пространства для того, чтобы пешеходное движение по тротуару не прерывалось, учитывая то, что во дворы все-таки такие специфические автомобили заезжают в тротуары, у нас непрерывные, в том числе для маломобильных населенных. Вот эта зона возле двухэтажного здания сейчас не благоустроена. Здесь с помощью подпорных стенок и оформления общего благоустройства мы делаем эту зону проходной и возможность для использования интернета. На генеральном плане вы все это можете увидеть, то есть входная площадка с фонтаном. Здесь мы не стали менять планировку, собственно, Первомайского сквера, оставляя ее в стилистике 50-х годов, вот в то время, когда она появилась. Но, соответственно, она требует нового прощения. Мы заложили мощение, близкое к историческому. И вот площадки, о которых я говорил, воркаут. Площадь здесь может быть или памятник, или памятный знак, или седгубка, может быть спортивная направленность, детская игровая площадка, потому что в этой зоне отсутствуют как таковые детские площадки для привлечения людей. И вот, собственно, павильон большой террасы под пузырьком и с возможностью организации кафе, либо проведение праздника. Амфитеатр, китайских ворот. И проход у нас запланировал несколькими моментами, то есть через Тарские ворота по небольшим ступеням. И вокруг двумя диаметрами, вокруг по пандусу. То есть малонобильные группы населения могут спокойно пройти. По площадке раскопа, как я уже говорил, здесь плоскость вокруг фундаментов понижается, то есть появляется такое микропространство от прежней части, отделенное зеленью. Вот, и здесь можно проводить какие-то уроки, какие-то лекции и так далее. Соответственно, приводим в порядок скверы перед живым домом. Вот, и практически эта зона будет так же благоустроена, как перед драмтеатром. Вот, досаживаем липовую аллею в этой части. В принципе, и для комфорта жителей жилого дома мы ограничиваем эту часть живой изгороди. То есть вот в этих пределах эта часть, она больше используется для жителей жилого дома с реконструкцией фонтана, который там тоже был в 50-х годах. И здесь же мы предлагаем акцентирование площадки между медколледжем и драмтеатром. Вот, мы предлагаем здесь поднятие уровня проезжей части до уровня тротуаров, для того, чтобы совместно использовать эту площадку при необходимости, как площадку при малой сэме драмтеатром. Вот, и с ограничением движения. Собственно, функция улицы Некрасова, она, как я уже говорил, остается, но здесь упорядочены парковочные места, упорядочены. Где-то применена параллельная парковка у Минстроя и у Минковиджа. Вот, где-то диагональные. Вот, но основное внимание мы делили пешеходным зонам, и на них мы по контуру земляного вала, который идет по улице Некрасова, мы предложили установить малые формы, такие места для отдыха с информационными интерактивными экранами, которые могут использоваться для получения информации, для просмотра фотографий, исторических материалов. Вот, и в зоне улицы Голика и Петра Некрасова здесь мы въезд в отбор жилого дома и граждан проекта предлагаем тоже поднять, а также как въезд на парковку у Торца Некрасова. Вот, и предлагаем реконструкцию тротуара по восточной стороне Торца Некрасова. И, соответственно, организации площадок для отдыха в лесовке граждан проекта, где площадки мы предложили для остановки отдыха. Если смотреть акционометрические виды, сразу скажу, здесь озеленение показано не полностью, так как это, ну, несколько затрудняет визуализацию, вот. Но, в принципе, по пиромайскому сферу, по озеленению, здесь мы предложим, учитывая то, что на сегодня в основном это хвойные посадки, причем довольно серьезные, вот. Мы предлагаем дополнить хвойные посадки листами на деревне, цветущими посадниками и центральную часть используют под высадку либо многолетних композиций, цветущих тракт или цветочных, либо однолетних, как сейчас. Но каждый год можно композицию менять. Вот площадка совместная между малой сценой и медколледжем, учитывая то, что здесь пешеходное движение, как бы, довольно активное, вот, мы решили ее поднять в варианте, вот. И подчеркиваем вдоль западной и южной стороны Красина и западной стороны Некрасова, подчеркиваем, как бы, исторический характер мащения тротуара, типа, ну, типа кирпичного мащения. Соответственно, вот тротуар идет, и вот эти малые формы в виде, ну, таких древен, как бы, нам кажется, может как-то отсылать к тому, что это территория границы Ромской крепости. Вот такого плана эти места, малые формы разработаны, то есть взаимно пересыпающиеся сканьи. Вторая сканья, она на отметке 0,75, то есть это уровень барного стула. Первая сканья обычная, с откинкой, вот, и информационный сканья. То есть вот такие композиции из двух треугольников, они расположены по западному и южному тротуару Красиной и Некрасовой. По этой территории у нас есть, пожалуйста, вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...